Я, так сказать, хвалиться, конечно, не хочу, але вот коли мене рекомендуюсь в неких биографичных доветках, коли там другують некий мой твор, альбо рецензию, там не дозгадывают, мне это пишут. Ульян Тинтарос, поэт, прозаик, публицист, перокладчик. Я в себе вызначил, перш за все, что я перокладчик и публицист. Я в литературе працую с 1948 года. Это 60-х годов. ПАРТИЗАНЫ ПАРТИЗАНЫ ПАРТИЗАНЫ, ПАРТИЗАНЫ 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 Это я, коли пришел в отрат, мне было 13 годов, некий час со мной трошки так, ну, як до деточки ставились, бульбу посылали чистить на кухню. А потом пастухово стали брать на задание, и на железку ходил несколько разов с подрывниками, правда, и они меня на самые рейки не пускали, знов-таки я негде там сядел, небы подстраховывал их. Я был, правда, хлопчик довольно читанный, потому что я до войны читал шмат, матька мой был мастак, мастак график, причем книжный график, я наформлял книжки, и книжек у нас дома было до войны довольно шмат. Я был не только начитанный мальчик, я еще был, так сказать, идейный мальчик, потому что я читал, вот тое, что я читал, скажем, Гайдара, военная тайна, там, инше его оповедание. До речи, Гайдар был выдатный, талиновитый, вельми сумленный письменник. И тое, что он уславлял, романтизовал идею социализма, ничего в этом благого нема. Гайдар у многих вышел того хлопчика, который пришел партизанам. Ну и фильмы довоенные, конечно, и Шапайл, Светька, это как раз про хлопчика на грамадянской войне, Дарыко, Зангезур, я вот до этого часу памятую эти фильмы, потому что тогда фильмов было мало. И, скажем, такую картину, как Шапайл, мы, хлопчики, глядели разов по двадцать, не менее. Я, конечно, тогда не думал так, как я думаю сегодня, я не давал никаких оценок. Я не мог сказать, что фашизм, альба-нацизм, это тое, тое и тое. У меня не было никаких формулевок, у меня было статейное, хлопчуковское, такое абсолютное неприняття того, что они работали. Кали я народился, моя бабца, Геля, тишкома хрыстила мене у костёля Святого Роха. А батьки были безбожники вядома. Кали почалась оккупация, у нас не было никаких документов, не заховались, только тётка схапила свой пашпорт. Мамы у меня не было, она помёрла ещё до войны, у финскую войну в сороковом годе, совсем молоденькой. Не было никаких документов, только было карты отрымливать, харчовые. Некую прописку так само оформлять. Ну и бабуля хапалася за голову, что метрик она некогда не взяла в этом костёле, а костёл Святого Роха, он угол сгорыл, он был разбуранный. От него стояла руина, и его отновили после войны. Ну так бабуля помкнулась в неким костёль, может у Рубежевича поехать, у её там свояки были, там охрыстить. А ля тут пайшла говорка, что не у яким разя тому, что немцы будуть робить с поляками тое самое, что они робить с Габриэлем. Ну и бабця сказали, что треба храстить у церкви. И повели нас с сястричкой у церкви Александра Невского, что на войсковых могилках. Там, до речи, была похована моя мама, мой дед Иван, мамин батька, дядька Иван, мамин брат родный. Он загинул трагично перед войной. Так что это было, ну, такое, свойское, свойские могилки такие, свои войсковые. Вот там нас охрыстили и, собственно, дали некие поперки. И по этих поперках потом нас и прописали, и картки некие похорчовые выдали. Я не скажу, что я верник, а ли я вызначаю себе, як приналежность до конфессии, традиционной, як католика. Я хожу в костёл час от часу, особливо на великие святы. Не столько деля себе, сколько в память бабцы Гэли, как поставить за ее душу и удячность за все, что она для меня зарабила, поставить свечку. Вот. И на угол мнениях ближай, католицкая. Не то, что в веровызнание, вот вся обрадовость. Нам не больше. Ну, может, это тому, что меня немаулятком охрыстили в костёле. Может, тому. Теперь вот начинаешь разуметь, на угол, что христианство, например, это частка культуры. И когда я в першине в жизни уже стал им человеком, читал Святое Писание, читал Библию, и инши книжки религийные, я думаю, Боже, як меня обкрадывали. Чому была заборонена Библия? Найвеликший твор человечего розума, человечей фантазии, человечей души. Перш за все, человечей души. Это пошук человека у себе самому. И то же самое Святое Писание, Евангелие. Я могу подыходить и поважаю Евангелие к Святое Писание, к книгу святую для безумовных верников. Але для меня это еще наивеликший, гениальный твор. Это первый у нашей цивилизации роман. Причем на все веки, на все часы. Потому что каждый из нас в той иной степени проживает все Христа. В том смысле, что у каждого из нас есть свой пилат, свой юда, який нас продает, и своя голгофа у каждого из нас. Тому это настолько вечное, настолько великое. Нас обкрадывали, когда отбирали у нас это. Мне теперь не тяжко сумещать веру в нечто наивысшейшее. Я не хочу окрыслить, что это вот, как малюют на картинках. Есть некая субстанция света, с какой все заходит. И какой все подпортковано. Я, например, веру в прочувание. И веру в сны. Потому что многие мои сны, многие, оказались пророчены. Сон такой. И я сустракаю свою сестру в сне, в Менску. Вот у пауной вопрцы. Такие ботики, спадницынники. Такий жакет с аксамитовыми отворотами. И она не подобна на ту иллюзию. Але я ведаю, что это Люся, что это моя тетка. Я пытаюсь, куда вы пропали? Я вас шукаю уже кольки часу. Она говорит, никуда мы не пропали. Мы живем там, где жили. В том доме, откуда ты пошел? От какого ты пошел? Зник, з дому, сбег. Литерально праздень приходит милициант. И начинает мне задавать питание. У вас есть родственники за границей? Вот тут пришло письмо. Какая-то Елена, ваша сестра Елена Пантелеймова, разыскивает брата. Я его выхопил, эту паперу. И самое интересное, самое такое уже, когда я уже приехал в Познань, я когда в Вальшову, а мне уже было 30 лет, бабуля прала дализну, детячую. Майка все детячая. Бабуля на меня зернула и сказала, «Повалюшек пшишет. Для чего тебе так в луго не было?» И только проспал хвилин и сказала, «Езу!» И лет не сомлела. А калі у вайшла тетка, я убачив на ей тое самое адзенне, якое бачив у сне. Так что там у мене у Польши, у Познани, и у Лешна, дзе живе тетка, целый легион. Я б мог, калі зараз істі у партизаны, я б целый польский легион сформавал з гэтых хлопців і дзевчат. Цяпер б я створил бы армію краёву, калі б спатрэбілася. Я думаю, що не спатрэбіцца, і дай Бог, каб ніколі не спатрэбілася. Це я жартую, я думаю, мене зрозуміють. Хоча єсь такі дурні, і тут, і може навіть, і там, які можуть це пронять за чистую монету. Я таких дурні уведую, які тут, послухавши таку реч, можуть потім вырвати я з контекста і сказати, што Валентин Тарас заклікав до створення партизанских отрадов, казав, што трэба істі в лес, і што він з поляками в лес пойдзе. Гэта я не можуть сказати. От тут я не жартую. Йось такі люди, які не міргнувши локом, можуть гэта сказати. Цепер я роблю тое, што адпададая моїм установкам і моральним, і палітичным моїм поглядам, і громадським моїм поглядам. Я не палітик, ні в якім разі я палітикай не займаюся, я застаюся літераторам, але як літератор-публіцист, я не маучу на кон таго, што здаецца мне, і в чым я глыбока перакананы, што гэта так, што це неправільна, што це помылкова. Ось, я не хачу аналізаваць палітичный лад своєї країны, таму што гаварыць прагэта трэба ў сябе дома, што я і гавару, я друкую, друкавав, і друкую свою публіцистыку, яна не падабаецца, я не буду гаварыць, што нікаму яна падабаецца, яна не падабаецца пэвным колам, але падабяцца гаварыць прагэта, так бы мовіць чужой тэрэторію, я не хачу, это так само мої прэнц. Гэта і моя дэржава, якая п'яна не была, і я не згодны ў многім з палітикай гэтай дэржавы, я керавніцтва, але гэта і моя дэржава, я громадянин Беларусі, я беларускі партызан, ў гэтай дэржаві ёсць кропілька і маёй крэві. Для мене трэцяя ліпеня, это мої першы дзень перамоги. Эта дзень, калі вызваліли ад немців, в таліцю Беларусі, Минск, мій родній горад. Я вірнуся ў яго чатырнадцатага ліпеня, я прынял ўдел ў складя свого отрада ў славутым партизанским параде. Але калі гэтай дзень назвали днём незалежності Беларусь, то я задаю так само вельне простое питання. Незалежності от кого? Незалежності от Германии? Беларусь не была часткой Германии, не была колонией Германии. Незалежності от кого? От Советського Союза? Нонсенс. Ад Росії нонсенс. Чому? День незалежності, от кого ви здобули, якюю незалежності, от кого ви здобули в цей день? Це день визволення Минска. Тому що це факт, яким я сам удільничав, як ви можете, я вот був, коли Минск брали, вот у ці дні ми у своєй пушці, у Воложенськім районі, там, єдя з поліцайами біліся, єдя на жилецку виходіли, ставіли, рейки взрывали. Я кажу, це мій перший день перемоги. У мене єсть для мене два святых свята, саправдних свята. Трець га ліпінь і дев'ято гравіні. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!